Добрый день! Сегодня воскресенье, 20 ноября. Прекрасный солнечный день. И мы едем в Герард. Эти горы, наверное, это всё-таки герармский хлебет, да? Да. Такой огромный. Они мне напоминают живой организм. Не знаю, почему. Ассоциируются с живым организмом. У меня такое ощущение, не могу. Отчего это ощущение? У тебя нет этого, Армин? А может, так и есть. Я думаю, мы уже приближаемся к Герарту. Вот, видите, лев с копьём в лапе. И вот такой прекрасный вид на хребет, на часть хребта. Какая мощь, господи! Величие, мощь! Я где-то читала, что эти горы называются вишапами, драконами. Похожи даже. Да. Ну, это какие-то мифические существа, которые потом окаменели. И превратились вот в эти горы. Вот эта скала, как будто трёхъярусный и какой-то замок. Многоъярусный. Вот это вот, напротив. Да. Это замок Людаеда, из кота в сапогах. А наверху? Посмотри, как будто крепостная стена, нет? Да. Такое мы видели в Лиссабоне, нет? У них, они гордятся этим своим замком мавританским. И река шумит, слышите? Да. А как эту реку называли? Я забыла. А я и не знал, по-моему. Нет, мы упоминали даже, называли её. А вон крест, видишь, на горе? Выясни. Ну, это уже, конечно, установлено. Да, крест? Естественно. Да, вот видно крест. Нет, бесподобно, в общем-то. Как природа многообразна, нет? Ни одна гора не повторяет другую. И чем это хуже, чем вот это горы Монсеррат в Испании, например? Чем это хуже? А почему это должно быть хуже? Ну, они, понимаешь, у них это, понимаешь, они как-то умеют рекламировать всё. А вот у нас нет этой рекламы. Ну, кто создал, тот и пусть рекламирует. Такой шин, 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 масштабной рекламы. А кто это создал всё? Ну, они создали. Кто они? А наши могли бы и перенять, в принципе, уже столько лет. Не понял. Кто создал эти горы? Ах, горы? Я думала, рекламу ты имеешь в виду. А здесь что, овцы? Я не вижу. Или козы? Не вижу. Где? Он прямо напротив? Да, на склоне там. Ну, я плохо вижу, не видно мне. А освещение, посмотри, какое. Какое-то серо-жёлтое. Даже чуть-чуть зеленоватостью отдалил. Да, действительно, зеленоватость есть. Коровы, оказалось. Коровы, оказалось. Коровы, оказалось. Армянские сладости. Суджух, фруктовый лаваш и известная герардская готова. А вот иностранки наслаждаются вкусом нашей армянской готовы. Наверное, она им очень понравилась. Они нас любезно угощают. А это наш гид. Читает, чтобы потом нам рассказать. И вход отсюда. А это девушки, которые любезно разрешили снять гату. Полагается, что монастырь, место монастыря было выбрано не случайно. А именно в том месте вообще почитались всегда те места в дохристианские времена, которые находились рядом с родниками, с природной водой. Внутри притвора как раз и находится эта ключевая вода. Что монастырь этот называли Иначи Айри Ванг, то есть монастырь пещер. А вот с дня основания монахи жили в самом монастыре и в кельях внутри этих пещер. Полагается также, предполагается, что в одной из кельев жил Григорий Просветитель, Григорий Лусавудович. Сейчас мы войдем внутрь. Там вот эта задняя часть, она в скале фактически. Главный вход украшен прекрасным каменным армоном. В 1225 году был построен этот огромный притвор при церкви Котору Кер. Одну из стен которого заменила скала. В зале притвора четыре огромные колонны, на которых покоится скот. Главный алтарь. Оформленный бархатом, с золотой вышивкой и позолотой. Во второй половине XIII века Геогард приобрел род князей-прощанков. На славу монастырю, который получил щедрых покровителей. При них были построены две усыпальницы для рода. Вот эта часть уже в скале. Герб князей-прощанков. В центре, в тени, голова быка, держащего во рту цепь, которая охвачена из шеи двух львов. А внизу орел с ягненком когтям. Редактор субтитров А.Семкин